Все мы очень любим кошек. Но, к сожалению, иногда наши человеческие организмы могут реагировать на этих животных не совсем адекватно, в частности, досаждая аллергическими реакциями. Так что же делать людям-аллергикам? Можно ли им заводить и жить вместе с кошками? Оказывается, что можно, все-таки существуют некоторые породы кошек, которые могут подходить людям с аллергией. Забегая наперед, хотелось бы сказать, что 100% гипоаллергенных пород кошек не существует, доказана ААФКО, Американский фонд по астме и аллергии. Однако есть некоторые породы, у которых уровень аллергенов ниже, чем у других своих собратьев. Но обо всем по очереди. Бывают ли кошки, на которых нет аллергии? Есть мнение, что существуют некоторые породы кошек, которые считаются гипоаллергенными или низкоаллергенными кошками. Это потому, что они производят меньше аллергенов, чем другие. Все кошки действительно производят ряд белков, которые вызывают или могут вызывать аллергию у людей. Собственно, такие белки являются частью биологической активности кошек и возникают в слюне, коже, моче и анальных железах этих животных. Известно, по крайней мере, о восьми таких белках, которые признаны международными организациями, как Всемирная организация здравоохранения, Анду, ХУ и Международным союзом иммунологических сообществ, Анду. ИИУС, ФЛД-1 утероглобин, ФЛД-2 сывороточный альбумин, ФЛД-3 цистатин, ФЛД-4 липокалин, ФЛД-5 иммуноглобулина, ФЛД-6 иммуноглобулин М, ФЛД-7 липокалин, ФЛД-8 лотерин подобных белок. Самым распространенным белком, который, собственно, и есть аллергеном для людей является ФЛД-1. Доказано, что 90-95% людей, которые склонны к аллергии, имеют чувствительность именно на ФЛД-1. Вторым же распространенным аллергеном является ФЛД-4. Он встречается примерно в 60% случаях, по данным исследований. А теперь давайте вернемся к вопросу, существуют ли полностью антиаллергенные породы кошек. Естественно, было бы странно, если бы какие-то кошки не вырабатывали ФЛД-1, ФЛД-4 или другие типы белков. Судя по всему, природой так не было задумано. Однако, как говорится, дьявол кроется в деталях. Все-таки некоторые породы кошек и даже их конкретные индивиды могут производить меньшее количество этих белков. И, кстати, длина шерсти не является показателем аллергенности кошек. О таких антиаллергенных кошках мы и поговорим далее. Совет от меня. Если вы страдаете аллергией, то перед тем, как взять домой кошку, имел бы смысл проверить слюну или шерсть на наличие и количество ФЛД-1. Сибирская кошка. Хотя их гламурная длинная шерсть и требует чуть большего внимания, чем у других кошек, возможно, вам не придется слишком беспокоиться о чихании и зуде от аллергии. Сибирские кошки неотразимы по многим причинам, включая их игривость и пониженное производство аллергенов. Эта порода считается довольно древней. Впервые о кошках, похожих на сибирских, было упомянуто в публикациях в XVI веке. Тогда их называли бухарскими. Их можно было встретить повсеместно в русском царстве. Шерсть у сибирской кошки длинная и тяжелая, с плотным подшерстком, который становится более густым, когда холодает. Сибирская порода кошек ласковая и умная. Этих кошек также привлекает вода, иногда они бросают в нее игрушки или играют с ней. Несмотря на большие размеры, сибиряки довольно подвижно и легко запрыгивают на книжные полки или наверх шкафов. А если вы еще и любитель больших пород, то это отличный вариант. Ведь эта кошка как раз входит в топ-10 самых крупных пород кошек. Боленезийская кошка. Поскольку эта умная, энергичная милашка производит немного меньше FLD1 и имеет однослойную шерсть. Она часто является отличным выбором для людей с легкой аллергией на кошек. Итак, боленезийская кошка или боленезская кошка, или боленез, анду. Боленез – это длинношерстная порода домашних кошек с сиамской окраской и сапфирово-голубыми глазами. Федерация любителей кошек, КФА, признала породу в 1961 году. Порода возникла в результате спонтанной генетической мутации у чистопородных сиамских кошек, которая заставила кошек развить более длинный тип шерсти. Боленезий известен своим умом, дружелюбным, любознательным и игривым характером и поразительной красотой. Однако они бывают довольно требовательны и громкими. Бенгальская кошка. Бенгал со своей необычной короткой пятнистой шерстью похож на маленькую дикую кошку. Он не так сильно линяет, как другие породы, и это хорошо для аллергиков. Собственно, поэтому мы его также включили в наш список антиаллергенных кошек. Бенгальские кошки – красивые, умные и дикие животные. Это домашняя порода, гибрид домашних кошек, пятнистой египетской мау и азиатской леопардовой кошки. В 1983 году порода была официально признана Международной ассоциацией кошек – ТИКО. Кстати, кто такие ТИКО и другие мировые филинологические организации, читайте в нашей подробной статье. Известно, что бенгальские кошки любят воду, черта которой нет у большинства домашних кошек. Возможно, вам придется быть осторожным, чтобы ваш аквариум не превратился в пруд для рыбалки. Надеемся, что с бенгалами у вас не будет проблем с тем, как их искупать и при этом выжить. Эта порода должна хорошо ладить с собаками и другими кошками. Однако, если у вас есть хомяки или морские свинки, то кошки могут включить свой охотничий инстинкт. Лучше всего держать бенгалов отдельно от их естественной добычи. Бурманская кошка. Бурманская кошка является очередным представителем гипоаллергенных кошек. Большинство современных бурман-ЦФ являются потомками одной кошки по имени Вонг-Мау, которая была привезена из Бирмы в Америку в 1930 году. Порода признана Ассоциацией любителей кошек КФА в качестве новой породы в 1934 году и были приняты для регистрации в 1936 году. Шерсть бурманских кошек короткая и тонкая, с глянцевым шелковистым блеском. Эти кошки требуют минимального ухода и не сильно линяют. Очень важно поддерживать активность кошек этой породы. Бурман-ЦФА игривые и энергичны и лучше всего чувствуют себя в активных семьях, которые хотят играть и общаться со своими питомцами. Кроме этого, эти кошки хорошо подаются дрессировке. Бурманские кошки совместимы с другими домашними животными и детьми. Колорапоинт короткошерстный. Колорапоинт короткошерстный – это сиамская кошка другого окраса, то есть нетрадиционного окраса. Порода была выведена на основе сиамской кошки, а затем скрещена с красной американской короткошерстной кошкой, чтобы получить новый окрас. Со временем были созданы другие нетрадиционные цвета. Порода была признана Ассоциацией любителей кошек КФА в 1964 году. Однако Тика считает колорапоинты разновидностью сиамских кошек, а не отдельной породой. Эти кошки общительны, дружелюбны и ласковы, стремятся следовать за своими хозяевами по всему дому. Как правило, колорапоинты характерны своим громким мяуканьем, которое они используют, чтобы поговорить со всеми, кто их слушает. Эти милые питомцы обязательно будут тянуться ко всем теплым местам и одеялам, особенно в холодные и зимние месяцы. Теперь вы знаете больше. Надеюсь, теперь вы знаете, какие породы кошек с наименьшей вероятностью могут вызывать у вас аллергию. Однако прежде, чем себе взять животное домой, лучше все-таки посоветоваться со своим врачом. Помните, что гипоаллергенность у кошек не означает 100% отсутствие аллергенов в перхоти, слюни или шерсти. Субтитры создавал DimaTorzok